Здравствуйте! 30 мая этого года мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра I. И к этой дате наш музей подготовил обновленную экспозицию. Я приглашаю вас в эпоху Петра I. Наша экспозиция начинается с портрета Натальи Кирилловны Нарышкиной. Это мать Петра I. Ее портрет не случайен. Дело в том, что в 1660 году ее отец Кирилл Полуэктович Нарышкин был воеводой в городе Темникове. Сейчас это территория Мордовского края. Возможно, и сама Наталья Кирилловна гостила у отца в Темникове. В центре зала портрет Петра I, который выполнил художник Филиппов в 1907 году с оригинала XVIII века. В первой витрине представлены портреты сподвижников Петра I, или, как их еще называли, птенцы гнезда Петрова. Первый портрет – это известный всем Александр Данилович Меньшиков. Дело в том, что на территории нашего края он имел довольно большие земельные владения в Алатарском уезде. Число душ крепостных было более чем 1300 человек. Рядом с ним висит грамота Петра I, заверенная в 1700 году и выданная Макару Полянскому. Недалеко от Саранска находится село Макаровка, которое было названо по имени владельца. Грамота Петра I выдана турецкому султану Мустафе II, и она подтверждала полномочия посла Макара Полянского в случае неожиданной смерти первого посла Дмитрия Голицына. Рядом находится портрет Александра Ивановича Румянцева. Всем известно, что Александр Румянцев был активным участником дела так называемого царевича Алексея. Именно благодаря ему царевич Алексей был возвращен в родную страну, и за это Петр I наградил его имениями в селе Чеберчино. Это современный Дубенский район республики Мордовия. И также наградил его крестьянами. У него было около полутора тысяч душ крестьян. В 1731 году за критику немецкого засилья Александр Иванович Румянцев был выслан в ссылку и жил в своем имении до 1735 года. В Чеберчино вместе с ним жил также сын Петр, будущий известный полководец Петр Александрович Румянцев-Задунайский. Время Петра – это всегда новые деньги, это новый календарь, новые летоисчисления, новые деньги и новые налоги. И в нашей витрине представлен знаменитый указ о сказках. До Петра I налоги собирались со двора, то есть единицей налогообложений был один крестьянский двор, но в нем могло жить две, а иногда и три крестьянских семьи. И в 1718 году Петр I издает, как я уже сказала, свой знаменитый указ о сказках. Последующие потом перепись и ревизия привели к тому, что налоги стали собираться подушно – 70 копеек с каждой души. Как утверждают исследователи, это позволило увеличить налоговые сборы более чем в два раза. И, конечно, Петр I – это прежде всего строительство флота. В витрине представлен макет флейты. Первоначально флейт использовался как торговые судны, но в случае необходимости его дополнительно оснащали пушками. Вот такие флейты служили на Балтике и в Каспийской флотилии. На территории Мордовии были знаменитые корабельные рощи. Это прежде всего корабельные сосны, которые шли на изготовление мачты и в отдельных случаях корпуса корабля, и, конечно, корабельные дубы. Корпус корабля, которые изготавливали из дуба, мог прослужить более 10 лет. И существует легенда, что Петр I вместо срубленных дубов столетних сам сажал молодые дубы и, увидев насмешку окружения, сказал «Знаю, что не дождусь, когда вырастут эти дубы, но я думаю о потомках». И, в общем-то, вот в этом суть самого Петра. Как известно, Петр I начал строительство Санкт-Петербурга. Ежегодно на строительство этого города требовалось 40 тысяч человек. И у нас в витрине также лежит указ о высылке из Саранска работников на строительство Санкт-Петербурга 1712 года. Ну и, конечно, требовались мастера, мастера, которые могли бы изготавливать корабли, могли строить города. И поэтому в витрине представлен учебник, знаменитый Петровский учебник, который был выпущен в 1704 году «Приемы циркуля и линейки». При Петре I получают развитие и промышленность. В 1719 году открывается Рябкинский чугунно-литейный завод. Он имел оборонное значение и для нужд армии там изготовляли пушечные ядра. В 1726 году открывается Шеренгушская фабрика парусного полотна. Позднее на территории края был открыт Севинский чугунно-плавельный завод Инсарский и Авгурский. В экспозиции нашего музея также представлена коллекция знаменитых Петровских рублей. Коллекция начинается рублем 1704 года. Как известно, Петр I не любил старые серебряные копейки и называл их вшами. Для подсчета требовалось большое количество времени, определенное количество счетчиков и деньги для расплаты возили вазами. И поэтому в 1701 году Петр I начинает денежную реформу. В 1704 году выходит знакомый и привычный для всех россиян рубль. И собственно тогда же появляется этот термин монета по отношению к русской денежной единице. На одной стороне монеты традиционно изображался профиль Петра, а на другой герб России. Денежная реформа всегда вызывала волнение и смущение в народе. И чтобы этого не было, Петр I выпускает монету, по кругу которой сделана надпись «Монета новая, цена 1 рубль». Также нашим посетителям будет интересен знаменитый рубль платы. Денежные монеты по типу шведских плат изготавливались очень короткий промежуток времени с 1725 по 1727 год. Из-за неудобства в обращении они традиционно использовались для внешней торговли. Ну а после смерти Петра I были переплавлены на знакомые всем медные пятаки. В экспозиции зала Петра также представлены портреты из рода Демидовов. Это знаменитый тульский оружейник Никита Демидов и его сын Акинфий Демидов. Дело в том, что на территории нашего края жили потомки рода Демидовых. И вот из имения в Кондровке музей после 1918 года и поступили эти портреты. Особенно интересен портрет Никиты Демидова. Это копия начала XX века, выполненная по оригиналу XVIII века. Особенностью этого портрета является небольшой эмалевый портрет с изображением Петра I. Большое спасибо за внимание.